В каждом языке есть основные слова и понятия, которые составляют его ядро. Хлеб, мама, дом. Слово «помощь» в этот перечень не входит. Оно производное. Помогать – это делать что-то по своим силам. Но наравне со словами «любовь», «уважение», «гордость», «совесть» слово «помощь» определяет круг жизненных ценностей каждого из нас. Кому необходима помощь, кто ее предлагает и каким образом ее можно оказать? Ответы на эти вопросы мы ищем всякий раз. Сегодня мы условно разделим программу на две части и расскажем две абсолютно разных истории. Объединяет их одно – активная позиция героев. Все они не сидят сложа руки. Они действуют, они помогают. Отправляемся на поиски добрых людей. Если на одной из ваших покупок, сделанных в течение лета, будет стоять такая наклейка, значит, вы присоединились к акции под названием «Одинка, якая рату и життем». Один процент от стоимости товара или услуги пяти небольших частных предприятий нашего города будет отчисляться на помощь тяжело и безнадежно больным детям. Это еще одно обращение общественной благотворительной организации «Гродненский детский хоспис Гродненцам». Не проходите мимо. Помните, что есть те, кому ваша помощь жизненно необходима. Любая акция – это сбор средств на приобретение индикаментов и медицинского оборудования. Впервые мы познакомились с сотрудниками, волонтерами и подопечными хосписа во время подготовки к новогодним праздникам. Ребята и их родители создавали сувениры, а потом были ярмарки на городских предприятиях и, конечно же, хороводы вокруг елки. Все последующие акции хосписа тоже не ускользнули от нашего внимания. Самые яркие – это благотворительная акция «Красная шапочка» в поддержку онкобольных детей и первый благотворительный марафон «Допомогающий житю». Гродненский детский хоспис работает совместно с кабинетом палиативной помощи на базе детской поликлиники номер 2. Здесь составляют списки, изучают диагнозы, знакомятся с семьями. И речь не идет о спасении. Главная цель – улучшить качество жизни ребенка и семьи. Это объединяет все благотворительные организации. Так, полтора года назад на одной из конференций, которая проходила в Литве, завязалось знакомство с организацией «Мирабелла» из города Алитус. Сегодня представители – гости нашего города. В сегодняшнее время, когда технологии развиваются очень обширно, когда информационное пространство развивается, мы понимаем, что помощь и форма оказания помощи для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, она должна меняться. И должна она идти в ногу со временем. Поэтому мы в детских хоспис очень стремимся к налаживанию связей не только внутри нашего города, нашей республики, но и за ее пределами. И вот сегодня к нам приехали гости из Литовской республики, из города Алитуса. Это первая наша такая встреча. Очень мы надеемся, что она будет долгосрочной, плодотворной, и что мы сможем показать тот опыт, который имеется у нас, с которым мы работаем. И, конечно, мы бы очень хотели позаимствовать тот опыт, который есть у наших коллег из Литвы. Это не было собранием на высшем уровне. Это была встреча женщин, которые ищут ответ на вопрос, что делать в семье, если рождается ребенок с серьезным заболеванием? Как поступать обществу по отношению к такой семье? Эти серьезные вопросы обсуждались в непринужденной беседе во время экскурсии по городу. Не обошлось и без разговоров об общей истории и таких разных языках – белорусском и литовском. Пончакос. 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 Очень много слов пришло из литовского, пришло из языка, который не похож вообще на соседский, ни на польский не похож, ни на латвийский не похож, ни на белорусский. Он очень индивидуальный и особенный. Ну, слушайте, если бы мы вот все жили вместе 300 лет и говорили, ну, этот язык бы стал общий. Экскурсия длилась несколько часов. Новый замок – старый. Гости рассказывали о своем родном городе, о Литусе, и многие гродинские здания, особенно храмовые, сравнивали со столичными – вильнюсскими. Побывали они и в Музее истории пожарной службы. Литовские гости с удовольствием поднялись на пожарную колончу и увидели наш город с высоты. Эти женщины не понаслышке знают, что такое ребенок с инвалидностью и что такое борьба за свои права. Каждая из них – мама ребенка с особенностями. У меня дочь Катрина, ей 24 года, и у нее есть серебральный паралич. Она не ходит, никогда не ходила и, конечно, не будет ходить. В Литве у нас формулировается, что есть люди не с инвалидностью, а люди с недосугами, что обозначается, что нету, как бы сказать, такого стигматизированного слоя общества. Есть люди, у которых что-то нету, как у других. И чтобы этого так не концентрировать, мы говорим – люди, дети, люди с недосугами. И мы очень и сами эту формулировку все используем. И, конечно, мы реагируем, если кто-нибудь говорит – тут инвалид или тут как-то вот так. Несколько лет назад 11 семей города Алитус, в которых есть дети с особенностями, решили объединиться, чтобы вместе обращаться к обществу. Мы есть, мы такие, мы тоже хотим жить достойно. Чтобы они могли гордо жить, чтобы услуги были для них развитые, чтобы они могли тоже ходить в детский сад, ходить в школу, чтобы они могли работать. Если человек с недосугами, он может, например, он не говорит, да, так, может, он может делать какую-то другую работу. Если ребенок, он не концентрировал внимание, да, может быть, ему можно сделать среду какую-то, чтобы тоже он мог был бы быть со всеми. Потому что если уже наши дети, они живут, так мы хотим, чтобы их жизнь была гордая и полноценная жизнь. Достойная жизнь и равные возможности, желание быть со всеми и быть полезными в обществе. Эти стремления не имеют национальности. Благотворительные организации Белорусского Гродно и Литовского Алитуса встретились, чтобы поделиться нелегким опытом. Я здесь не впервые, в Гродно, и очень приятно вернуться. Очень приятно вот это знакомство с Ольгой и с детским госписом, потому что я думаю, что мы можем развиваться и сотрудничать, и получить что-то нужное для наших детей. И я думаю, что мы что-то расскажем и найдем примеры, как сотрудничать дальше. И вот Ольга, когда приехала у нас в прошлый год в конференции, она привезла такие красивые вещи, что они делают в детском госписе. И вот в сегодняшней встрече мы хотим посмотреть, как эти прекрасные вещи делают. И мы хотим это просто делать у себя и помочь своим детям найти эти социальные навыки. Совместный мастер-класс по изготовлению национальной куклы «Оберега» объединил белорусских и литовских мам. Они знакомились, обсуждали своих детей, говорили о социальной адаптации и даже сравнивали системы образования. Главный вопрос, чем же могут заниматься ребята с особенностями в подростковом и молодом возрасте, остался открытым. Как и вопрос о том, насколько общество готово принять таких людей в свой круг. Возможно, ответы Гродненский детский хоспис и Алитовская благотворительная организация «Марабелла» будут искать во время своих следующих встреч, о чем они договариваются уже сегодня. Гродненский детский хоспис начинал свою работу в 2008 году и объединял 8 семей. В 2014 подопечных стало больше – 24 ребенка. За последние полгода количество детей и семей, которым нужна помощь, выросло в три раза. На сегодняшний день их больше 70. И это не просто дети с инвалидностью, это дети, срок жизни которых ограничен. Позвонив с городского телефона на номер 8 902 214 14 14, вы сделаете свой маленький вклад в поддержку детских жизней. Сегодня их кормят, за ними ухаживают, пытаются пристроить в хорошие руки. Волонтеры общественной организации «Преданное сердце» знают историю каждого своего подопечного и не жалеют на них сил, времени и даже денег. Ведь необходимо платить аренду, приобретать дорогостоящие медикаменты и, конечно же, покупать продукты. Денежные переводы, большие и маленькие, поступающие на счет организации по защите бездомных животных, важны. Впрочем, как важна любая помощь. Центр города. В выходные дни утра. Начинает работу ярмарка мастеров. Равнодушно пройти мимо ярких, интересных, авторских работ невозможно. Что-нибудь да обязательно купишь. И, кстати, тем самым поможешь бездомным животным. Некоторые мастера приняли решение периодически проводить акции в поддержку организации «Преданное сердце» и передавать им часть денег от продажи своих изделий. Сегодня, навстречу клуба «Гродненская кукла», которая проходит на базе библиотеки, филиала номер 3 централизованной библиотечной системы города Гродно, мастера пригласили волонтеров, чтобы больше узнать о том, как работает организация по защите бездомных животных. В среднем, где-то на расчетный счет приходит, уходит, это где-то около 3 миллионов. Это оплата аренды, покупка кормов для животных. Участницы клуба внимательно слушали, спрашивали, уточняли и даже приводили примеры того, как сами спасали животных. Я поняла, что она домашняя. Правда, прожила она у меня три недели, но ничего страшного, я уже начала к ней привыкать. Я думаю, если уже не заберут, то останется у меня. Ну, а это? Да, ну, через «Преданное сердце», кстати, люди через ваше объявление нашли, позвонили, приехали. Волонтеры организации «Преданное сердце» на подобные встречи идут охотно. Они видят не только интерес к проблеме, не только выражение сочувствия, но желание действовать. Гродненское общественное объединение защиты животных «Преданное сердце» занимается помощью животным. Основное, конечно, это стерилизация, потому что стерилизация приводит к сокращению, причем сокращению популяции бездомных животных гуманным путем. Естественно, по мере своих возможностей мы еще помогаем каким-то больным, сбитым животным, пытаемся как-то еще среди населения продвигать вот эти свои идеи. Все-таки, поскольку организация, она благотворительная, то есть, соответственно, мы существуем за какие-то привлеченные средства, за какую-то помощь материальную. Поэтому любой желающий может прийти и вступить в наши ряды. Это не обязательно может быть работа с животным, это может быть просто помощь где-то в социальной сети, помощь просто привезти в аду, погулять с животным, помочь какой-то ветошью, либо провизией, амуницией для животных. Мастерицы от слов переходят к делу. Необходимы творческие работы, которые будут участвовать в акции «Показание помощи бездомным животным». Сегодня мастер-класс по изготовлению мягкой игрушки проводит Вера Юрьевна Гинюш. У нас в нашем клубе «Грудненская кукла» мы собираемся примерно раз в месяц, проходят различные мастер-классы. Один раз мы делали куклы-таквоголовки учились делать, другой раз лепили ручки для кукол из пластики, в следующий раз мы можем делать, например, обувь тоже для кукол. Какое-то занятие у нас проходило, мы делали куклы-обереги народные, тряпичные. Проводили эти мастер-классы сами участники нашего клуба, потому что в основном это мастера из городенского колорита, ну или люди, которые пришли к нам тоже уже с какими-то знаниями, они что-то могут, что-то умеют. Поэтому у нас идет обмен, обмен опытом. А прошлое занятие, когда мы делали обручи, кошачьи обручи, так называемые, которые одеваются на голову, мы решили приурочить этот мастер-класс и организовать выставку-продажу, благотворительную выставку-продажу в фонд «Преданного сердца». И таким образом сегодняшнее занятие тоже решили приурочить, мы сейчас делаем таких симпатичных мишек, и эти мишки потом будут продаваться, и вырученные средства пойдут опять же в фонд защиты животных. Ну вот я считаю, что нам важно не только собираться и общаться вместе, и что-то делать, но еще приносить пользу своим творчеством. Я думаю, что в этом и есть назначение нашего клуба, нашего, так сказать, собрания общества. Мелькает иголка в руках мастериц, стежок бежит за стежком, и появляется готовая деталь. Работа кропотливая, требует времени, но есть цель. Кому-то эта игрушка принесет радость, а организации «Преданное сердце» – маленькую копеечку, которая спасет жизнь пусть даже одному бездомному животному. Очень много людей у нас, которые пришли с открытым сердцем. То есть с улицы пришел человек, и когда он решил заниматься каким-то творчеством, это значит, что его сердце открыто для добрых дел. То есть он хочет не только сам это делать, а дарить вот это счастье, вот эту радость. И это приятно, когда делаешь что-то доброе для кого-то, когда помогаешь кому-то. Ну и девочки изъявили желание кому-то помогать. Мы долго думали, кому, и вот решили, что детским домам достаточно много уделяется. Уделяется и так внимания. А вот такая прекрасная волонтерская организация, как «Преданное сердце», она нуждается в поклонниках, она нуждается в тех, кто будет их поддерживать материально, морально, физически. Ну, поэтому мы их и выбрали. Кстати, в свой адрес волонтеры «Преданного сердца» часто слышат следующее. Помогали бы лучше людям. Но ведь проблема появления бездомных животных – проблема социальная. И пытаясь ее решить, волонтеры и оказывают помощь обществу в целом. Кажется, хотел бы помочь. И там подкормил это животное, что некоторые не понимают этого. Вообще много говорят, вот зачем разводишь эту грязь. Но ведь они же не сами с собой взялись на улицы. Кто-то взял, поиграл, как плюшевую игруску на улицу выбросил. Ну как так можно? Ведь оно и холодно, и больно, и страшно. Оно же ведь тоже живое, как говорится. Обязательно надо создавать приют. И чтобы каждый человек помогал. Ну, чтобы знал, что можно туда внести. Вот что живое живет, питается за счет его. Первая благотворительная акция клуба «Гродненская кукла» прошла совсем недавно. Ее участницы делятся впечатлениями. Из гордости называют сумму, которую передали волонтерам «Преданного сердца» – 1 миллион рублей. Всегда приятнее отдавать, чем получать. Другие мастера, которые продавали свои работы, отозвались тоже на эту акцию. Давали, приносили свои работы, чтобы им продавали, чтобы эти деньги пошли в организацию «Преданное сердце». Прохожие тоже спрашивали с интересом, особенно когда мы сами продавцы одели ушки, которые шили. Все спрашивали, в честь какого праздника ушки у вас одеты. Мы стали объяснять, что вот сегодня проводится акция в честь «Преданного сердца», что вы можете принять в ней участие или пожертвовать, или купить какую-то игрушку. В клубе «Гродненская кукла» кипит работа. Для поднятия настроения мастерицы надевают обручи ушки. Шутят, смеются, позируют. Вера Юрьевна продолжает мастер-класс. Подсказывает, как правильно складывать детали, каким образом их сшивать. Позади самое сложное. Принятие решений об оказании помощи. Сейчас остается только нашить много игрушек, чтобы провести акцию в ближайшее время. И показать пример того, что можно помогать своим маленьким трудом, а не только громко выражать сочувствие. Безусловно, ходить с протянутой рукой у нас нет желания. Мы тоже хотим что-то делать. И нам бы хотелось привлекать внимание как-то чуть более активно, чем просто говорить, вот дайте нам какую-то помощь. Нам очень приятно, что нам согласился помочь клуб «Гродненская кукла», потому что для нас это правда весомая помощь, для нас не бывает маленькой помощи. Это привлечет и внимание людей, и, безусловно, поможет нам собрать какие-то средства. Акция, безусловно, требует много сил и вложений самих волонтеров. К сожалению, мы не располагаем большим количеством времени, и именно поэтому мы в основном поддерживаем те акции, когда нам кто-то помогает. Сделать жизнь яркой, интересной может каждый из нас. В одних событиях и мероприятиях мы просто принимаем участие, а другие можем создать сами и при этом оказать помощь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова